Добрый день, дорогие начинающие практики, продвинутые практики и просто интересующиеся магией. Я Александр Гелилах, практикующий маг и преподаватель магии в школе магии Sphinx Vision. Сегодня мы отвечаем на вопросы наших читателей, вопросы, которые поступили в комментариях или поступили в директ. И сегодня я выбрал для ответов хороший интересный вопрос, который мне часто задавали на протяжении занятий, которые я провожу. Итак, вопрос. У меня скорее общий вопрос. У некоторых людей, кто выбрал для себя путь духовного роста, настает определенный кризис. Он как бы потерял свою нишу в мире, ему уже недостаточно просто в социуме находиться, но с другой стороны он еще не маг. Я читал, что это состояние сопровождается долгой депрессией и отсутствием смысла в повседневной жизни. Так вот, как отличить начинающему практику это пограничное состояние от обычной апатии? И что нужно делать, чтобы найти в себе силы собраться и переступить эту грань? Вопрос распространенный и он нередкий. Значит, здесь следует осознавать, что в ряде мистических учений, больше мистических, чем магических, то есть по мере перестройки личности практика, он может испытывать определенные состояния глубокого кризиса. То есть они могут соответствовать определенным стоянкам в суфизме, духовным стоянкам. Они могут соответствовать тому, что называлось «Темная ночь души» у Хуана де Ла Крузо. Об этом я поговорю в каких-нибудь дальнейших видеолекциях. Значит, и некоторые даже считают, что вообще развитие должно идти через кризисы, хотя это совершенно не так. Вот. Тем не менее, как бы вот подобный феномен потери социальной мотивации, он очень характерен для людей, вот, которые, собственно, до магии жили социальной жизнью. То есть есть те, кто просто изначально, там уже с раннего детства пришел, значит, к идее каких-то духовных практик, вот, значит, там начал практики, и обычно такие люди вот развиваются спокойно, без кризисов, да, то есть, ну вот, вопреки мнению, что, то есть, кризисы сопровождают каждого, то есть это совершенно не обязательно так. Есть люди, которые изначально понимали, что это их путь. Бывает другая ситуация, что человек что-то чувствовал, вот, пришел заниматься практиками, и у него, значит, наступает на каком-то этапе действительно переоценка ценностей, точнее старые ценности отходят, старые смыслы отодвигаются, новые еще не обретены, идет энергетическая перестройка, и человек зависает, как бы, да, все старое кажется, вот, пустым, новое еще не дает опору, еще не хватает фиксации, и человек испытывает кризис мотивации, который может быть весьма болезнен, вот, собственно, феномен достаточно известный, вот то, что Кастанеда упоминал, описывая про контролируемую глупость, когда, поняв неважность всего социального, мы продолжаем ему следовать, вот, притворяясь где-то для себя, что оно важно, это все об этом. Значит, вообще-то это бывает, как правило, с людьми, там, третьей Касты, или, значит, там, Касты, то есть, ну, я надеюсь, вы знакомы с Кастовой терминологией, да, значит, с людьми, там, третьей Касты, переходящей в четвертую, вот, то есть, те, кто привыкли жить социальной жизнью. Значит, во-первых, здесь следует заметить, что очень часто, то есть, бояться такого не следует, обычно это и неплохо, потому что обычно, в первую очередь, это значит, что социальная жизнь, которой вы жили, если такое наступает, была вам не очень интересна и не была по-настоящему соответствующей вашим ценностям. Когда человек какие-то ценности реально, вот, ну, что-то в социальной жизни для него было очень ценно, но вот какая-то работа, она была реально интересна, да, то есть, какие-то аспекты, там, семейной жизни были по-настоящему важны, цены, отвечали на духовные потребности, то эти вещи обычно просто так не отваливаются. Вот если человек жил социальной жизнью по инерции, потому что так положено, потому что, вот, к чему-то другому, то есть, вот, пока у него не было опыта обращения, вот, и тогда может быть, что для человека какие-то социальные вещи начинают казаться пустыми. Если это происходит, то, как правило, это значит, что эти ценности были не вашими по-настоящему, то есть, вы ими жили, потому что так принято, и нет ничего страшного, если вы их, вот, как вам кажется, утрачиваете, то есть, это всего лишь шаг на пути к чему-то, что будет вам по-настоящему важно. Далее, вот, в большинстве случаев, когда я наблюдал такой, вот, кризис мотивации, это почти всегда происходило на почве того, что у человека либо не хватало в этот момент каких-то счастливых личных отношений, либо не хватало социального успеха, вот, то есть, и это оказывалось вполне важным, то есть, потому что духовная практика обычно требует некоторого энергетического перераспределения, возрастает нагрузка на верхние тела, перераспределяется энергия с нижних энергетических центров в верхние, и если нижние центры в этот момент не особенно хороши, например, в сердечном центре мало энергии, у человека нет счастливой любви и личных отношений, то человек, начиная работать с верхними телами, может испытывать обесточенность. Здесь, как правило, то есть, у человека может не быть денег, да, то есть, как бы не быть социального успеха, то есть, человек тогда может чувствовать, что как же так, я вроде чем-то занимаюсь, а результатов по-настоящему нет, то есть, не имея такого подкрепления, то есть, вот, он опять же чувствует себя обесточенным. Значит, часто подобный кризис возникает, когда человек, начиная заниматься духовной практикой, собственно, не очень практикует, то есть, он не пробует применять свои знания практически, там, да, лечить людей, воздействовать на ситуации, он не видит результатов своей силы, он не понимает, что он растет, у него нет критериев роста и успеха, поэтому, опять-таки, ему кажется, что вот все не дает по-настоящему энергии, и он может чувствовать некоторую апатию. Отсюда и некоторые критерии. Можно всегда проверить. Если в данный момент у вас есть счастливые личные отношения, вы успешны социально, вы успешны, ну, то есть, в каких-то других делах, вы практикуете знания, и у вас они получаются, и вот, тем не менее, вы чувствуете, что все социальное начинает терять смысл, возможно, у вас идет переоценка ценностей. Если у вас есть сейчас дырки в какой-то из этих областей, то, возможно, дело не только в практике, а в том, что параллельно эту область надо прорабатывать. Мы в нашей школе изначально учим не разделять магическое и социальное, и все магическое должно изначально постоянно отрабатываться и реализовываться в вашей жизни как обратная связь, как полигон для применения вашей силы и роста. Другой способ понять, что с вами происходит, это банальные практики подзарядки. Если вы выполнили практики подзарядки, восстановились, поработали с медитативными практиками, какой-нибудь цигун, там, любые практики подкачки энергий, и апатия ушла, то, значит, у вас была банальная апатия. Вот если, несмотря на практики подзарядки, правильно выбранные, она не исчезает, то, значит, здесь, возможно, речь идет о, опять же, переоценке ценностей. Как это перешагнуть, эта тема для отдельного, ну, я считаю, достаточно долгого и подробного разговора. В частности, поработать со своими ценностями и идеалами, что, опять же, требует более глубокого разговора, то есть проработать ценности, усиливать контакт со своим духом, постоянно применять свои знания, прорабатывать социальную сферу и желательно быть в контакте с кем-то, кто является вам примером, вдохновляет и поддерживает. Обычно такие проблемы возникают, когда человек находится мало в постоянном контакте с учителем и практикует самостоятельно. Вот некоторые советы, которые я могу дать, понимаю, что все, что я говорю, может и, наверное, должно породить дальнейшие вопросы, и я буду рад ответить на них в следующих видео, поэтому задавайте их, следите за новостями, и для этого можно сделать такую магическую процедуру, как подписаться на этот канал. Спасибо всем и всего волшебного!